Доброе утро, Франция! Хорошо, чтобы сказать вам о пути. Тот путь, которым следуем мы, есть путь водный. Для кого это будет интересно? Для тех, кто не знал, что вот так вот можно, например, взять и покататься по каналам во Франции на кораблике. Ну или для уже готовых маньяков таких прогулок, которые не знают, где можно еще. Для тех, кто просто хотел посмотреть действительно красивые виды каналов французской провинции. Жапье Ну и различные года. А велосипедисты и прочие неразумные твари, у некоторых деревьев есть имена. Уррр, грешники! Тут кандом и тут кандом. А это угадайте. Корабль убитых. Корабль мертвецов. Не хватает только скелетов, свешивающихся. Никто не притрагивается к управлению. О, я ее внутренне уронил. Написано, вино, но нет. Доброе утро. Поскольку время благополучно сдвинулось в область неотслеживаемого, поэтому черт его знает, какой это день путешествий, и это прекрасно. Вечный вопрос. Куда отправиться за хлебом? В булочную или в булочную? А мы отправляемся в булажерий. Церковь в наличии, нотр-дам, как водится, мэрия, чек, ресторан чек, то есть это центр города. Где же булочная? Булочная или, наконец, кондитерская? А вот, скажи, это булочная или булочная? Булочная. За сахаром и дрожжами. Не успеем. Атмосферно-то как. Сахарные удовольствия. Сомнительная какая-то штука. Но что-то не бывает. Нашел что-то похожее на фрештюбску. Вот такой вот грузовик. Доброе утро, Франция. В общем, на много-много километров вот такой пейзаж. Вот такая Франция. Семки, 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 семки. Попробовать вот до того холма доехать, то есть есть вариант, что там перед ним гарона течет. Карта у меня, естественно, не грузится, потому что вы видите здесь хоть одну вышку? До самого горизонта ни одной. Капец полный. Яблочки. Жапьяну. И различные года. А между тем, я заметил, что коммуна Монтески это не те Монтески. Монтески это совсем другой персонаж. Я вспомнил. Те, конечно, Монтекки, но мало ли как оно произношение. Короче, короче, место хипнув. И гарона уже рядом. Ну ладно. Задача, можно сказать, выполнена цель. Достигнута. Гарона в наличии. Пошли омоем сапоги в гароне. Ну и надо возвращаться и плыть дальше. Сильный технический спуск. Похоже, сапожки останутся не помытые. Но не может же быть утро настолько идеальным. Кстати, вот это вот отмели это глинистые плато и они обычно реально скрыты под водой. Как вот это вот. Просто сейчас ввиду жаркого лета все, все, все помелело, все, вода опустилась. Ладно, все это философия, а мы наверх и дальше. вот так вот едешь, едешь. Бабац! Монастырь. Очень разумно, по-моему, сделаны лежачие полицейские, то есть машинки будьте добры попрыгать, а велосипедисты и прочие неразумные твари могут спокойно по-ровному проезжать. По-моему, это и называется Пастораль. Сладкие! Все дороги хороши, выбирай на вкус. Ну, через этот мост еще проплывать. Где-то там корабли, думал, видно будет, но нет. Все, на базу. Как бы лес посаженный по линеечке, ну и ничего удивительного, но привлекло мое внимание не это, а то, что у некоторых деревьев есть имена. Спринт, Костер, Турбо, где-то там еще, вон, дано, ровно, ну и таких вот массы еще. Что это значит? Пояснительных табличек не нашел. Просто вот спринт. Кстати, некоторое представление об уровне преодолеваемого оффроуду этим самокатом дает. Нормально. Короче, нормально. Покрышка лысая, поэтому эта горка уже не тянет. В остальном нормально. прекрасное начало мотор гудит, машина едет, тахометр нет. Интересно идем. А что-то я не оценил, а это же оказывается зерноподатчик вон с элеватора. То есть вполне себе грузовой форт буквально. офигенный экшон. Камера чуть не улетела. Вот там нашел. Детки везде. Листики на самокате с этого моста я обозревал туда и это было недалеко для корабля это заметно. кепку изящно. такие моменты, знаешь, как говорится, вот записать и сохранить такое. Так вот. Так вот. так вот. Продолжение следует... 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 разве что это они из под винта будут это только выглядит так на самом деле это сколько 12 километров в час до интересно для кого это будет интересно для тех кто не знал что вот так вот можно например взять и покататься по каналам во франции на кораблике ну или для уже готовых маньяков таких прогулок которые не знают где можно еще для тех кто просто хотел посмотреть действительно красивые виды каналов французской провинции правда очень интересно а и и и и и и и и Познавательное рыбное богатство канала. Познавательное рыбное богатство. Познавательное рыбное богатство. Познавательное рыбное богатство. Познавательное рыбное богатство. И опять город Нерак. И опять это место, где меня застала гроза. Вот она, замечательный вид на реку. Ресторацию, церковь. Очень милый город Нерак. Тут кандом и тут кандом. А это угадайте. Да-да-да. Тут кандом и тут кандом. А это угадайте. Да-да-да. Да, Зураб не подвел. Так-то внушает. Слушайте, я понял, на самом деле это образы тех мушкетеров, которые нам привычны из того времени, когда мы были вот такими по отношению к взрослым дядькам-мушкетерам. Пади ничего не делать, ничего не трогать. Они просто одинаковые вообще. Да, я тоже это заметил. Ты посмотри на лица. Ну, а Рамис, конечно... Ворожка отличается. Нет, слушай, нет. А ты, Полина, что? Полина, давай нам пага-руска. Андрей, ну куда ты? Ну, Андрей, ну давай сюда. Вот, стон, залазьте. Ужас какой. Это вот из всех прекрасных французских. И мы ехали вот так, чтобы на этот... Точняк. Ну, мы сейчас себя тоже ведем достаточно погубнически, так что все нормально. Все, камон, да? Хорай. Да, это стоило того, чтобы сквозь ночные дороги прорваться, проехать к такому... Скульптор Зураб Церетель. А у них много ездений... Ресторан Ле Балкон. Ле Балкон Де Бакандом. Не знаю, слышно или нет, но из стен церкви доносятся очень задорно. Происходит культура. Все, пока-пока. Все, пока-пока. Здравствуйте, уважаемые. Это округоведение Раннего Птаха. Скажите, вы давно были на Дюне? Нет, я знаю, они давно не выступают. И я даже не о Дюне Вильнёва. А вот об этом. Интересно, у них тут Дюны захватывают все, они еще вырубают. У них тут пожар был. Ну, это не похоже на пожар. Это попереломанное похоже. Не-не-не, деревья переломанные прям видно. А здесь непонятно. Интересно, чей подход лучший. Да, вот такое чудо на Атлантическом побережье Франции. Просто раз уж мы тут приключаемся по пути, то грех не заехать. Можно по песочку, можно по лестнице. Технически то же самое. Песочек мелкий-мелкий, мягкий-мягкий. И дичь можно творить какую угодно. Тут я видал и на досках для сноуборда скатываются, и еще какие. Но сейчас что-то пока не вижу. Стоянка там внизу рассчитана на тысячу машин. И она полная. Пришлось парковаться в соседнем городе и пешком идти. Немного вида. Все, вверх. Сразу могу сказать, что горнопроходческие палки тут не помогают. Отличный вид на Атлантический океан. Свидетельствуем. Я видел океан. Чек. Ну, про эту дюну, если интересно, в этих самых интернетах дофига. Ну, она ползет. Вот эти вот деревья засеваются. Она переползает. Но, ну, я тут как раз за тем, чтобы прочувствовать этот песочек. Вообще, капец, тонкий-тонкий, как в песочных часах. Вот это песочница, да? Вот это песочница, вот это пляж открохали. Но, в идеальный для наблюдения день, выглядит это вот так вот. Туда посмотришь лес, туда посмотришь океан, тут посмотришь толкущик-то пляж. Ну, в общем, пляж как пляж, только до воды очень сильно вниз. Длинная длинная вода. Ну, конечно, просто уникальное природное явление. Очень нравится. Жалко. Вот, сегодня нету что-то никого особо буйных, которые бы по приколу тут что-нибудь учудяли. Там вот виден залив небольшой. Весь уставлен лодками, абсолютно весь. Ну, и, конечно, классно видно вот полоса, отделяющая мелководье от дальних рубежей. Да, ну, залив, конечно, прям видно, что удобный и по всему заставлен яхтами. Доня помогает работам по дюне. Чаша, конечно, такая совершенно сюрреалистическая. Жумиша, не хочешь колбаской скатываться? Нет. Ну, в общем, как и всякий пляж, такое нормальное себе место для пикника. Просто внезапно вот-вот океан, вот-вот лес, вот-вот песочек. Почему бы и нет? Покинем этот гребень безудержнего пикникования и помочим ножки в океане, да? В результате короткой наборной дискуссии было установлено, что никто не хочет доставлять всем радость, скатываясь здесь колбаской. Поэтому идем скучно пешком. Кайф, конечно. Природная флуктуация. Особенно если помнить, что вот там вот буквально в 200 метрах нормальный этот... Дуня, ландшафтный дизайнер. Это колбаска сама себя не скатит. А! Или я упаду. Вот, давно забытый умение, находит свое применение. Вот, все детство, готовилась ты к этому. Раз пошла такая пьянка, я тоже. Теперь Дюна проверена. Собака, собака-то вообще должна быть на поводке у нас. А! А! Еще давай ты тоже. Нет. Прикольно. Мне плохо. Что тебе плохо? Не знаю, мне... Внезапно куда-то сорвались все яхты и нарисовались в ту сторону. Наверное, что-то знают. А, ну да, может быть, обед. Кто готов к такому веселью, не жалуйтесь, что у вас полный рот пызг. Мокро. Из интересных еще штук, про которые я, например, здесь не знал, это два сползших, ну, наверное, капонира. Вот второй, этот углубился гораздо основательнее. Ну, а вот здесь вот еще можно предположить, что это, но я дофига фортификатор, поэтому что имеем, то имеем. Раз сполз, два сполз, три сполз. Такое место. Ага, вон еще сполз. Ну. Ага, и там дальше виднеется порт. Ну вот, и так-то можно без залазения на дюну, по лестнице вполне себе. Ну, спасибо этому берегу, надеюсь, было не скучно. Нам точно нет. Спасибо. 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 Продолжение следует...